Я полагаю, что к настоящему времени все уже много знают об эксперименте с двойной щелью, так что я собираюсь рассказать об этом очень быстро. Если вы берете элементарные частицы, кванты, фотоны, электроны и так далее, пропускаете их через две щели и смотрите на экран, чтобы увидеть, что происходит. Если вы не знаете, через какую из двух щелей прошла частица, то вы получаете интерференционную картину. И это, конечно, работает также хорошо, если вы посылаете один фотон или один электрон одновременно. Загадка заключается в том, что как только вы каким-либо образом узнаете, через какую из двух щелей проходит частица, вы получите рисунок, который будет выглядеть так, будто это частицы. Это, конечно, приводит к знаменитому корпускулярно-волновому дуализму, и в гораздо более практическом смысле это приводит к такого рода вещам. В подписи говорится, что стоимость полета возросла, потому что мы признали его существование. Так что в наблюдении есть что-то особенное, и это, конечно, проблема квантовых измерений, которая была описана здесь ранее, но я собираюсь сделать это в более простой форме. У вас есть какая-то система, которая может быть двухщелевой, любая физическая система, какой-то измерительный прибор, и измерительный прибор производит наблюдение за системой. С квантовой точки зрения, если взять тензорное произведение двух квантовых систем, двух физических систем, то получится, что система и измерительный прибор больше не являются независимыми. Таким образом, мы можем сказать, что две физические системы взаимосвязаны. Таким образом, с квантовой точки зрения мы просто имеем дело со сложными волнами. Пока еще не обнаружено поведение подобного поведению частиц. Джон Белл сделал этот набросок, чтобы проиллюстрировать проблему. Ну и где же заканчивается измерение? Итак, если вы представите, что у вас есть фотон, который проходит через две щели и попадает на экран, у вас может быть фотодетектор, а затем у вас может быть человек. Счетчик, который выглядит количество раз, когда срабатывает фотодетектор, а затем человеческий глаз и человеческий мозг. Все это физические системы, следовательно, все они являются квантовыми. Так почему же мы видим частицу? Почему наблюдение имеет значение? Так вот, это иногда называют цепью фон Неймана или цепью Гейзенберга. Где сделан разрез? Когда квантовая механика станет классической? Джон фон Нейман сказал, что цепочка измерений заканчивается только тогда, когда информация об измерении регистрируется с помощью того, что он назвал дополнительным физическим фактором. Другими словами, вы не можете использовать другую физическую систему для завершения цепочки, потому что она просто становится более квантовой. Так что вам нужно что-то сверхфизическое, под чем он подразумевал сознание. И он был не одинок в своем мнении. Почти все основатели квантовой механики говорили что-то подобное по-разному, но если вернуться к Бару и даже Планку, все они говорили что-то вроде этого. И вот этого продолжается и по сей день, как вы знаете. На сегодняшний день это мнение меньшинства в физике, но тем не менее оно имеет довольно весомую основу. Так что я, конечно, знал об этом, и все предлагают теории о сознании, но никто ничего не предпринимает, когда речь заходит об этой конкретной проблеме, проблеме измерения. Итак, что мы сделали в лаборатории, так это построили двухщелевую систему, и, к счастью, это очень простой тип устройства. Система. У вас есть лазер, у вас есть фильтр, у вас есть двойная щель, и у вас есть камера, которая смотрит на результат. Таким образом, единственным новым элементом в этом эксперименте является то, что мы просим людей, в данном случае медитирующих, помнить о двойной щели. И делать, представьте своим мысленным взором, что они могли бы увидеть, через какую из двух щелей прошел фотон. Насколько мы могли судить, это единственный способ непосредственно проверить, действительно ли сознание разрушает волновую функцию. Итак, вот как выглядит этот аппарат. Трубка, торчащая из длинной коробки, является дальним концом гелий неонового лазера, а двойная щель и камера находятся внутри коробки. Таким образом, это герметичная система. Вы не можете увидеть ее своими глазами, вы можете использовать только свой мысленный взор. Это и есть камера. Она называется линейной камерой, и именно эта камера имеет длину в три пикселя в строке. И то, что видит камера, это чередующиеся полосы света и темноты. Это интерференционная картина. Когда вы смотрите на это с помощью программного обеспечения, вы можете точно сказать, насколько яркой является каждая полоса. И вы получите изображение, которое выглядит примерно так. Это видно? Да. Таким образом, вы получаете форму, похожую на гауссовую, и именно так вы смотрите на интерференцию. Итак, если мы начнем с этого паттерна на рисунке А, вы можете выполнить преобразование Фурье, которое показано на рисунке В. И пик в середине теперь представляет собой спектральную мощность с двумя щелями. И именно таким образом мы изначально начали проводить эти эксперименты, изучая спектр мощности. И это удобно, потому что, опять же, мы просим кого-то, кто в данном случае находится в лаборатории на расстоянии двух метров от герметичной оптической системы, помнить о двойной щели. А затем измерение очень простое. Мы предсказываем, что если наблюдение как-то повлияет на интерференционную картину, то двухщелевая составляющая этой интерференции исчезнет или, по крайней мере, уменьшится. Кроме того, поскольку это абстрактная задача, сама двойная щель имеет размер около 10 микрон в поперечнике. И если вы просто покажете кому-нибудь двойную прорезь, чтобы он посмотрел на нее, он может увидеть ее, а может и не увидеть. Некоторым людям трудно представить, что они могут мысленно увидеть, что происходит в этом пространстве. Поэтому мы проводим анализ мощности двойной щели в режиме реального времени и используем это для настройки тона обратной связи. Итак, если у вас есть кто-то, кто выполняет эту задачу, он может посмотреть на экран, который показывает сигнал, или просто сделать это, слушая звуковой сигнал. И как правило мы делаем что-то вроде гудящего сигнала, и просим человека сделать гудящий сигнал громче, чтобы он звучал громче. Он просто звучит громче, потому что это очень приятный тон, и тогда они будут знать, что добились успеха благодаря этому тону. Это также дает им возможность сосредоточиться на текущей задаче, потому что блуждание мыслей всегда является большой проблемой. Протокол также очень просто. Мы сравниваем удвоенную мощность при мысленном наблюдении и отсутствии наблюдения. Они получают голосовое сообщение, в котором говорится, теперь сосредоточьтесь, а затем расслабьтесь, и это чередуется. Мы проводим периоды наблюдения в течение 30 секунд, а периоды отдыха составляют 30 секунд, плюс-минус случайные 5 секунд, по причинам, о которых я расскажу позже. В обычном сеансе это повторяется 40 раз. Таким образом, весь сеанс длится 20 минут. И мера, которая нас интересует, это дифференциальная мера. Мы спрашиваем, какова мощность двойной щели во время наблюдения по сравнению с состоянием покоя. Таким образом, существует множество способов получения статистики. Обычно мы представляем ее в виде Z-бала или величины эффекта. Итак, мы провели наш первый эксперимент в такой форме. Это было 35 сеансов по 20 минут каждый, в которых приняли участие 15 человек. В целом вы можете увидеть среднее значение и одну стандартную ошибку. На самом деле у нас все получилось довольно хорошо. У медитирующих результаты были немного лучше, чем у тех, кто не занимался медитацией, и было предсказано, что сила двойного скольжения снизится во время наблюдения. И действительно, именно это мы и увидели. Поэтому, когда мы проводим эксперименты такого типа, особенно когда они срабатывают с первого раза или всегда подозрительно относятся к первому таймеру, эффект или все с большим энтузиазмом относятся к тому, что происходит. Так что мы повторяем это снова и снова. Итак, мы провели четыре экспериментальных исследования, каждый раз корректируя все по-разному и рассматривая различные аспекты дизайна. И в каждом случае, в каждом из четырех экспериментальных исследований, медитирующие справлялись довольно хорошо. Если вы просто объедините всех участников, то увидите, что зеленые точки — это общий результат. А в некоторых экспериментах те, кто не занимался медитацией, показали не очень хорошие результаты. Они склонны довольно быстро отвлекаться. Итак, как вы помните, на 32-м уроке вам предлагается выполнить абстрактное задание — поместить свой разум в коробку на расстоянии. И они могут делать это около четырех секунд, а затем больше не могут. Таким образом, общий результат экспериментальных исследований был таков. Вы снова видите, что в целом это дало довольно приятный эффект. Медитирующие справились с этим довольно хорошо. У тех, кто не занимается медитацией, в целом шансы были действительно близки к нулю. И мы запустили ту же систему, и, кстати, это было 250 20-минутных сеансов, в которых участвовало 137 человек. И мы запускали ту же систему снова и снова в качестве элементов управления, которые представляют собой белые точки, и мы не видим никаких артефактов внутри системы. Аппаратное обеспечение, программное обеспечение или аналитика, которые позволили бы предположить, что в системе есть какая-то предвзятость. Таким образом, здесь все выглядит так, как будто наблюдение разрушало волновую функцию, по крайней мере медитирующие могли это делать. Что касается контрольных тестов, то мы не видим никакого эффекта. Так что это побудило нас продолжить и провести формальный эксперимент. Формальный в том смысле, что мы заранее определили, сколько сеансов мы проведем, то есть 50 сеансов. Итак, вот результат заранее запланированного эксперимента в 50 сеансов с использованием того же анализа, который мы использовали в предыдущих экспериментах. И это дало нам результат в 5 сигм. Так что для тех из вас, кто не привык к термину сигма, подумайте об этом с точки зрения Z-бала. Это одно и то же, стандартное отклонение от нормы. Таким образом, мы получили результат в 5 сигм, когда люди наблюдали, а когда никто не наблюдал, мы получили почти точный шанс. Когда мы проводим подобный эксперимент и получаем очень сильный результат, если вы помните, что результат в 5 сигм позволил Церну получить Нобелевскую премию за обнаружение частицы Хиггса, которая в конце концов оказалась вовсе не Хиггсом. Ну что же, мы тоже получили результат в 5 сигм, но я пока ничего не слышал от комитета по присуждению Нобелевской премии. И мы также отнеслись к этому с подозрением, потому что это показалось нам слишком хорошим результатом. Так что мы провели еще один формальный эксперимент, снова 50 сеансов, мы проделали и другие вещи, о которых у меня нет времени говорить здесь. Но одна из вещей, которую я сейчас здесь показываю, это контрольные результаты, и они запаздывают во времени. И причина, по которой мы смотрим на результаты с запаздыванием во времени, заключается в том, что если вы попросите кого-нибудь сейчас сосредоточиться, а затем немного погодя расслабиться, вы не сможете переключиться, твой разум мгновенно меняется. Таким образом, мы ожидаем, что результаты эксперимента будут получены с задержкой, потому что для переключения передач требуется мое время. Таким образом, это действительно хороший дополнительный способ поиска результатов, которые мы надеемся найти, потому что если задержки нет, то вы должны быть подозрительны о результатах. Итак, вот и наступил нулевой момент, когда дается команда переключить ваше внимание. Вот результаты эксперимента с задержкой от 0 до 15 секунд, и на самом деле мы получили немного лучший результат с двумя вторыми задержками. Поэтому я не собираюсь снова говорить об этом анализе в оставшейся части экспериментов, но мы проводили такого рода анализ задержки во всех исследованиях, что мы и сделали. Итак, после проведения второго формального эксперимента, когда результат снова превысил 5 сигм, у нас возникли подозрения. И возможно это было вызвано просто близостью человеческого тела. Даже находясь в двух метрах от системы двойного набора, мы подумали, что возможно, когда кого-то просят сосредоточиться, он слегка наклоняется вперед. Те из вас, кто работал с интерферометрами, знают, что они чрезвычайно чувствительны ко всему. Поэтому мы подумали, что возможно для получения такого результата будет достаточно изменения температуры тела, находящегося на расстоянии одного дюйма от тела. Находящегося на расстоянии одного дюйма. Поэтому мы решили выложить все это в интернет, чтобы быть уверенными, что сможем точно разделить людей по расстоянию. Таким образом получается двойная ошибка. Это стоит на стойке, на которой установлена куча серверов, и мы управляли этим в течение трех лет, календарных лет 20, 12, 13 и 14. В итоге было проведено более пяти сеансов с участием людей-наблюдателей и семь сеансов с участием роботов-наблюдателей. И я объясню, что это значит через минуту. Итак, когда кто-то заходил на наш веб-сайт, кстати, это был общедоступный сайт, мы просили людей со всего мира сделать это в условиях отсутствия наблюдения. И вы видели этот синий прямоугольник на экране браузера, который просто говорил «пожалуйста, расслабьтесь». И вы не услышите ни звука. А потом все переключится, и вы услышите голос, говорящий «а теперь, пожалуйста, сосредоточьтесь». А затем вы увидите, как эта линия перемещается по экрану. Инструкции заключались в том, чтобы заставить линию двигаться вверх, и вы услышите что-то вроде свиста, свистящий звук, который является звуковым сигналом. И этот звук будет подниматься и опускаться по мере того, как линия будет подниматься и опускаться. И мы сделали это для того, чтобы вы снова могли провести этот эксперимент с закрытыми глазами. Здесь также было встроено множество сдержек и противовесов. Мы знали, например, что если кто-то покинет эксперимент во время его проведения, а мы затем сделаем пометку, мы восстановим все данные, но пометим их. Поскольку это был эксперимент, который не был завершен человеком. Для того, что мы назвали экспериментом с роботом, использовалась система Linux, которая была разработана для имитации человека. Прелесть этого заключается в том, что все было точно так же, как и с системой с двумя щелями, потому что она не знала. Мы думаем, она не знала, независимо от того, смотрел ли на это человек или система Linux, потому что они оба пришли через интернет одним и тем же способом. Таким образом, у нас есть очень хороший контроль для наблюдения за человеком, и мы не знаем, обладает ли система Linux сознанием или нет, но если это так, то, вероятно, у нее не такой уровень сознания, как у человека. Итак, вот интерференционная картина. Это центральная часть интерференционной картины, которую будет видеть камера. То, что мы сделали в этом случае, было более простым измерением, чем мы делали раньше. И это называется видимостью полосы, которая показывает пик и впадину и измеряет относительную разницу между ними. И это приятно, потому что, если вы работая с лазерами, вы знаете, что они не отличаются поразительной стабильностью. Некоторые из них более стабильны, чем другие. Мы использовали гель и неоновый газовый лазер, который, как известно, выполняет такие действия, как переключение режимов. Уровень мощности немного изменится. И вам придется преодолеть некоторые статистические трудности, чтобы уменьшить эффект такого переключения режимов. Но что касается видимости на периферии, вам не нужно так сильно беспокоиться об этом. Потому что теперь это относительная мера, учитывающая возможные колебания мощности. Так что это хороший показатель. К тому же это более чувствительная мера. Таким образом, согласно прогнозу, видимость на границе видимости, пока вы наблюдаете, уменьшится. Так что это в некоторой степени похоже на ожидание того, что мощность двойного скольжения уменьшится. В данном случае это ограниченная видимость. Итак, вот результат сессии в 2012 году. По системе Ленокса было проведено 2,3 и 3 сессии соответственно. Это средние 20 полос интерференционной картины, и они показывают в виде Z-баллов, где это было. Есть одна или две из них, которые составляли около 3 сигм, но в целом это было довольно близко к случайности. И вот что мы получили, наблюдая за людьми. Так что некоторые из них снова приблизились к разнице в 5 сигм. Это составило 2,89 сеансов, в которых приняли участие 689 человек по всему миру. Так что самое приятное здесь то, что они могут рассмотреть еще один вопрос, имеет ли значение расстояние. Итак, вот распределение размеров эффекта от того места, где мы были в Калифорнии, до самого дальнего места, которое вы можете получить из нашей лаборатории, Южной Африки, которая находится в 18 километрах отсюда. Итак, мы провели линейную регрессию, и оказалось, что она точно с точностью до 6 знаков после запятой. Но не нулевой. На самом деле эта линия выглядит так, как будто она указывает на ноль, но на самом деле она ниже нуля. Именно поэтому мы добились значительного эффекта. Таким образом, эффект наблюдателя не зависит от расстояния. Опять же, в каждом случае, когда мы проводим эксперимент и получаем подобный результат, мы сами в это не верим и должны повторить его, просто чтобы убедить себя, что это так. Это реально. Итак, мы повторили это в 2013 и 2014 календарных годах. Итак, вот 5,7 сеансы контроля. Теперь это график совокупного отклонения. Таким образом, в совокупности вы должны ожидать, что отклонения, которые вы видите в этом эксперименте, должны быть примерно равны нулю. Никаких систематических отклонений быть не должно, и их нет. В данных за 2013 год наблюдается небольшая положительная динамика, но не в 2014 году. Это контрольные показатели. Затем мы рассмотрим результаты эксперимента. Таким образом, в 2013 году мы получили кумулятивное движение к уменьшению границ, снижению видимости границ, что мы наблюдали ранее и предсказывали. Но в 2014 году ситуация становилась все более и более позитивной, и это стало большой загадкой. Насколько мы могли судить, система оставалась прежней. Она была включена и оставалась включенной в течение всего года, она никогда не выключалась. Программа та же, все было по-прежнему, и когда вы проводите статистику по ней, то, конечно же, все меняется на противоположное. Так что это была большая головоломка. Мне потребовалось около месяца, чтобы понять, что здесь происходит. И причина, по которой все изменилось, заключается в следующем. Когда вы думаете об обычной системе координат, помните, что способ представления обратной связи здесь. Эта волнистая линия, которая перемещается по графику и поднимается вверх по этот график, был связан с отзывами о том, что видимость бахромы снижается. Так вот, именно таким образом мы настроили его в 2013 году. В 2014 году мы решили немного изменить его, в надежде улучшить качество обратной связи. Но мы кое-что забыли. Обычная декартовая система координат выглядит примерно так, но в Adobe Flash она перевернута. И мы написали браузер, клиентскую программу на Flash и забыли, что нужно поменять знак местами. Почему Adobe это делает? Все наоборот. Ну, это потому, что это восходит к старым временам, когда у нас были электронно-лучевые трубки с растровым сканированием, и все начиналось с «поднимись наверх и спустись вниз». И поэтому они оставили этот код в системе Adobe. Так что вам просто нужно помнить, что вам нужно поменять местами знаки, которые мы использовали. Забыл в 2014 году. Таким образом, это означало, что в 2014 году обратная связь была отменена, а результаты наоборот. Таким образом, это говорит о том, что наблюдаемый эффект, который мы наблюдаем, является активным эффектом. Дело не только в том, что сознание разрушает волновую функцию, но и в том, что это нечто вроде квантового ксенеэффекта, который определяет направление вашего движения. Итак, когда вы берете общие результаты за 2013 и 2014 годы и меняете знак результатов за 2014 год, вы получаете очень полезный результат для людей и очень близкий к шансу для сеансов с роботами. Между прочим, объем всех этих данных составляет около 80 гигабайт. Это миллионы кадров с камер с интерференционными картинами. Пока мы говорим, они выкладываются в сеть и в конечном итоге станут доступны, когда все эти данные будут загружены, чтобы любой желающий мог с ними ознакомиться. Итак, теперь скептик может сказать, но действительно ли это квантовый эффект, учитывая, что вы имеете дело с миллиардом фотонов в секунду при использовании лазера с непрерывным лучом. На что я ответил, что это хорошая мысль. Давайте проведем тот же эксперимент по одному фотону за раз. Поэтому мы используем коммерческую систему. Дело в том, что она имеет длину чуть больше метра, и вы можете снимать по одному фотону за раз, а затем посмотреть, возникнут ли помехи в работе системы двойного набора. А в правом конце этой длинной камеры находится фотоумножитель, который регистрирует одиночные фотоны. Итак, поскольку вы измеряете по одному фотону за раз, способ сделать это заключается в том, что вы настраиваете то, на что смотрит фотоумножитель, а затем немного перемещаете его. Чуть-чуть передвиньте слайд, чтобы получить только небольшой фрагмент интерференционной картины и перемещая его вперед и назад. Вы действительно можете проследить интерференционную картину, и это то, что вы видите здесь. И судя по полосам ошибок на нем, вы видите, что он очень жестко контролируется. Поэтому в данном случае мы решили привязать наблюдение к одному из желобов. В данном случае желоб существует из-за деструктивных помех. Таким образом мы пришли к выводу, что если наблюдение позволяет избавиться от помех, то в этом случае количество фотонов должно увеличиваться в этот момент. Поэтому мы настроили систему так, чтобы она смотрела на эту точку с предсказанием, что когда люди будут наблюдать за системой, линия будет увеличиваться. Мы провели шесть экспериментов, и я просто кратко упомяну об одном из них. Мы называем это экспериментом с освещенным Буддой, потому что у нас есть маленькая статуэтка Будды, и мы вставили в нее светодиод, который будет становиться ярче, чем лучше вы будете работать. Эксперимент проводился в полной темноте. С этим также связан звуковой сигнал, так что вы могли бы делать это с закрытыми глазами, но оказалось, что это очень приятное занятие. Потому что в полной темноте светодиод подсвечивал бы этого слегка желтоватого Будду, и это было бы очень приятно. Светился желтым, и это был очень приятный опыт. На самом деле, во всех этих экспериментах мы обнаружили, что если рассматривать это просто как физику 101, то это может сработать, а может и не сработать. Мы потратили много времени на то, чтобы убедиться, что выбранные нами люди чувствовали себя комфортно, понимали дизайн и предоставили им большую свободу действий в плане того, как это сделать. Они хотели мысленно взаимодействовать с системой, так что психологическая сторона этого дела так же важна, как и физическая. Итак, вот результат эксперимента с просветленным Буддой. Мы предсказывали, что этот показатель возрастет, и он вырос на 2,5 сигмы, так что это было хорошо. Мы опубликовали эту статью в прошлом году, и она получила приз за лучшую статью в этом журнале. Итак, мы провели 17 экспериментов такого типа, большинство из них, 16 из них, с использованием двухщелевой системы, в течение 8 лет. И вы можете поместить это в метааналитическое программное обеспечение, и в итоге суть в том, что в зависимости от того, используете ли вы фиксированный размер эффекта, или случайный, где-то от 4 до 8 сигма эффектов. Так что это выглядит довольно надежно. И все это по-прежнему основано на идее о том, что мы ожидаем снижения мощности с двумя щелями. Так что в случае с онлайн-системой в 2014 году, результаты на самом деле были противоположными. Так что я не принимаю во внимание влияние дисперсии. Это просто подлый сдвиг. Если говорить о среднем сдвиге, то он все равно составляет от 4 до 8 сигм. Тогда вы могли бы также задать такие вопросы, как связано ли это с пивзломом. Ну нет, это не связано с пивзломом. Являются ли результаты результатом выборочной отчетности? Нет, это не связано с выборочной отчетностью. Сейчас есть много отличного программного обеспечения, которое вы можете использовать для метаанализа данных и начать задавать вопросы о сомнительных методах исследования. И конечно мы знали, что делаем. Мы знали, что не нужно делать выборочные отчеты, не заниматься хакерством и не делать целую кучу конечно. Но было приятно видеть, что программное обеспечение подтвердило, что это именно так. Итак, на данный момент у нас есть два независимых повторных анализа наших онлайн-данных за 2013 и 2014 годы. Николас Трёмби, доктор философии по физике, который находится во Франции. Он приехал к нам в гости на месяц, и мы предоставили ему 80 гигабайт данных и сказали, посмотрим, что вы сможете получить. Таким образом он смог подтвердить, что результаты, о которых мы сообщили в той статье, которая только что вышла в этом году, были верными. А второй анализ был проведен Вольфом Кингом Биаром, физиком из Соединенных Штатов, и он независимо подтвердил, что результаты также были верными. И он действительно опубликовал этот результат. Что касается повторения эксперимента, то в университете Сан-Паулу работает физик, у меня пока нет разрешения называть его имя, но он проводит повторное исследование. На самом деле я отправил ему сам наш маленький двойной разрез. Он стоит как кусок металла за 200 долларов. Так что я отправил ему это, а потом два дня назад спросил его, ну как дела? Я пока не слышал ни о каких результатах. Так вот, это именно то, что он написал в электронном письме. В последние дни я испытывал сильную смесь чувств. Я колеблюсь между «О Боже мой, подождите, должно быть что-то не так». И это, кстати, очень похоже на результаты, на те же чувства, которые мы испытывали, когда проводили эти эксперименты. Потому что в любом эксперименте нечасто получаешь результаты, равные пяти сигмам, но это проявлялось здесь. Таким образом, причина, по которой мы продолжали делать репликации, заключается в том же самом чувстве, о котором говорит этот физик. Итак, он собирается навестить нас на следующей неделе, и это продлится до мая месяца. И мы изучим детали его анализа и его методов, чтобы понять, стоит ли ему склоняться к версии «О Боже мой, или что-то должно быть не так». Каковы другие объяснения результатов, которые мы наблюдаем в этом процессе? Ну, во-первых, возможно, в аппарате, который мы использовали, есть что-то особенное. Ну что же, мы использовали четыре двухщелевые системы. Во всех из них мы получаем практически одинаковый результат. Вибрация — это всегда проблема, когда имеешь дело с интерферометрами, потому что они чрезвычайно чувствительны к вибрации. Большинство наших экспериментов проводилось в нашей камере с электромагнитным экранированием, которое изготовлено из прочной стали с двойными стенками, и весом 2,8 фунта. Так что обычно у вас должен быть оптический стол, очень тяжелый, который гасит вибрации. В данном случае мы как будто работали внутри оптического стола, потому что стол весом в 2,8 фунтов очень хорошо гасит вибрации. Еще одна проблема, которая может возникнуть, заключается в том, что поскольку мы используем 32-й сегмент, если мощность будет колебаться в течение 32-го периода, вы можете получить артефакт. И именно поэтому мы используем случайный хронометраж в периоды отсутствия наблюдения от 30 до 35 секунд, чтобы отделить их друг от друга. Так что в случае отсутствия внешнего цикла в конечном итоге они бы исчезли, потому что мы больше не были точно на 30 секундах. Дрейф сигнала также всегда является проблемой. Очень небольшие изменения температуры могут привести к сбоям в работе интерферометров, поэтому при необходимости мы будем корректировать данные. Мы измерили температуру в самом лазере в двойной щели рядом с человеком с помощью нескольких термопар и не обнаружили никакого эффекта, связанного с температурой. Мы были очень осторожны, чтобы не использовать параметрическую статистику и вот это. Вся статистика была основана на нашей параметрической статистике начальной загрузки, которая учитывает странные ситуации, которые могут происходить с точки зрения распределения данных. Я упоминал, что на данный момент существует два независимых анализа. Мы знаем, что это не пив злом, мы знаем, что это не выборочная отчетность, и ведется независимая репликация. Поэтому часто возникают вопросы по этому поводу. Как мы узнаем, что участники действительно выполняют задачу? Ну, как и в любом психологическом эксперименте, вы должны предполагать, что они следуют инструкциям, но на самом деле вы этого не знаете. Именно поэтому вы проводите множество сеансов с большим количеством людей. Однако в данном случае, поскольку у нас также есть возможность заниматься неврологией, мы воспользовались тем фактом, что альфа-десинхронизация связана с сосредоточенным вниманием. Таким образом, мы предсказали, что пока люди проводили эксперимент, мы сняли их ЭЭК и предсказали корреляцию между количеством альфа-десинхронизации и изменение мощности двойного глотка, и мы действительно получили значительную корреляцию того типа, который мы предсказывали. Как получилось, что никто не заметил этого раньше? Ну что же, на то есть две причины. Первая заключается в том, что никто не обращал на это внимания, а вторая в том, что магнитуда очень мала. Величина этого эффекта составляет очень малую долю одного процента. Так что если бы вы не думали, что нечто подобное может произойти, это было бы просто похоже на шум. В нашем случае это не шум, потому что это именно то, что мы искали. Так какова же реакция на это до сих пор? Ответ таков. И причина ясна. Это потому, что экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств, а в данном случае требуются десятки независимых повторений, чтобы люди начали в это верить. И пока нет никаких повторений, за исключением может быть одного в Сан-Паулу. Так если нет никаких повторов, то почему кто-то должен мне верить? Ну что же, как сказал нам Джонни Депп, на самом деле это неправда, что нет никаких повторов. Если вы посмотрите на 1977 год, Абнер Шимони и его команда из Бостонского университета провели эксперимент, основанный на той же общей идее, чтобы посмотреть, разрушит ли сознание волновую функцию, и они разработали несколько иную конструкцию. Они не использовали оптическую систему, как я, но они провели четыре испытания с вероятностью попадания 50% и получили ровно 50%. Так что они как бы потеряли к этому интерес. Но в своей статье они упомянули, что кто-то другой провел такой же эксперимент и получил 60% результат, что по-вашему могло бы подтолкнуть их к повторению. Но они этого не сделали, так что я просто сидел там. В 1998 году Стэн Джефферс из Йоркского университета в Канаде провел эксперимент с двухщелевой системой и не получил ничего, так что результат был незначительный. Но Майк Гиббон использовал тот же аппарат в Принстоне и действительно получил значительный результат. Итак, на данный момент мы имеем два из четырех тестов, которые были успешными, и это все? Ну что же, оказывается, что нет, мы хотим большего. Мы всегда хотим большего. Многие из вас, возможно, знают, что в течение многих лет люди использовали электронные генераторы случайных чисел, где числа, лежащие в основе случайности, являются квантовыми явлениями, будь то время радиоактивного распада, туннелирования электронов или другие явления, подобные тому, что изображено в правом верхнем углу. Связаны с использованием фотонов, которые попадают в зеркало, наполовину посеребренное зеркало, и либо проходят прямо сквозь него, либо отскакивают в сторону, что является случайным квантовым эффектом. Таким образом, люди пользуются этими вещами уже почти 50 лет. Приведу пример. В 1985 году Боб Джон и Брэнда Данн из Принстонского университета провели эксперимент с генератором случайных чисел, в ходе которого попросили людей стремиться к максимуму, то есть заставить генератор выдавать больше единиц или убогих О, больше ставьте нули или ничего не делайте в качестве базовой линии. И они сообщают о весьма значительных результатах, и какова была реакция на это. Этого недостаточно. И у вас всегда возникает такое же подозрение, что это одна лаборатория, которая производит результат, который как бы выходит за рамки общепринятого. Поэтому люди относятся к нему с подозрением. Итак, пару лет спустя мы с Роджером Нельсоном, когда оба учились в Принстоне, решили выяснить, правда ли, что только одна лаборатория показывает такие результаты. Так вот, за период примерно в 30 лет выяснилось, что существовала не только одна лаборатория, а 68 различных исследователей. Сообщают об этом в 152 публикациях. Не только в одном эксперименте, но и почти в 600-200 контрольных, и если посмотреть на общие результаты контрольных, то можно получить нечто очень близкое к случайности, с точки зрения среднего сдвига, а с точки зрения экспериментальных данных, почти результат в 7 сигм. Значит, есть повторы. Такой же анализ был проведен еще раз в 2006 году, обновив его, но рассматривая только подмножество. Подмножество примерно половины исследований, которые были проведены с использованием генераторов случайных чисел. И снова сигма результатов была где-то между 3,6 и 4 сигмами. Теперь авторы этого исследования предположили, что причиной этих результатов была выборочная отчетность, и они привели причины, по которым они так считают, а я в это не верю. Потому что я довольно хорошо знаю всех, кто сообщал об этом, и вокруг просто недостаточно людей, чтобы уменьшить эффект выборочной отчетности. Так какова же общая реакция на что-то подобное? Мы спрашиваем, не могли бы вы посмотреть в телескоп? Нет. Мы не хотим этого делать. И причина вот в чем. Многие люди чувствовали, и я слышал, как люди прямо говорили, что если это правда, то нам нужно выбросить учебники. Поэтому мы не можем выбросить учебники, потому что мы уже знаем слишком много того, что вероятно является правильным в рамках каждой научной дисциплины. Так что же нам с этим делать? Я собираюсь представить самый быстрый в мире анализ того, что здесь происходит. Итак, редуктивный материализм основан на модели, которая выглядит примерно так. Физика находится в самом низу, химия, биология, психология, сознание находится где-то на самом верху, но сознание ничего не значит. И с этой точки зрения идея о том, что разум и материя напрямую взаимодействуют друг с другом, в некотором смысле верна. Путь туда запрещен. Или, по крайней мере, очень трудно придумать, как это могло бы сработать. Так вот, Стюарт Хомеров предложил интересную модель. И появляется все больше и больше моделей, которые предполагают, что, возможно, существует способ придерживаться существующей научной парадигмы и решить эту проблему. Но другой подход, конечно, заключается в том, чтобы взять точно такую же дисциплинарную структуру, но просто взять сознание и закрепить его там. Таким образом, это новая метафизическая основа, на которой мы стоим. С этой точки зрения, точно так же, как в физике, где электроны движутся вверх по пирамиде, здесь у нас было бы сознание, которое начинается снизу и распространяется вверх. Так вот, это и есть идеализм, панпсихизм, нейтральный монизм. Используйте любой ваш любимый термин. С этой точки зрения, настоящая загадка заключается в том, как мы переходим от сознания к физике. Потому что если вы решите эту проблему и над ней тоже будут работать люди, то все остальное будет в полном порядке. Нам не нужно выбрасывать какие-либо учебники, за исключением того, что мы все равно будем выбрасывать их каждые 2-3 года, потому что именно это и происходит. Они не выбрасываются полностью, а просто пересматриваются. Так что в данном случае взаимодействие разума и материи на самом деле довольно легко объяснить. Итак, вот мои выводы. Прежде всего, можно проверить роль сознания в физическом мире. Это проверялось много раз и самыми разными способами. Результаты, полученные на данный момент, свидетельствуют о том, что сознание принимает какое-то активное участие в реальности. Таким образом, у нас есть множество сотрудников, которые работали с нами на протяжении многих лет, а также множество различных спонсоров. Я собираюсь оставить это на некоторое время. Если вам нужны ссылки на все опубликованные исследования, включая многие другие, вы можете перейти на сайт tiniorl.com, и это определите место, и вы сможете его найти. Возможно, это именно то, что Ньютон пропустил. И я благодарю вас за ваше любезное внимание. Не следует ли мне переключить его на что-нибудь другое? Да, хорошо. Давайте сделаем один или два снимка, пока Стюкауфман готовится. Хорошо, я оставлю это на потом. Отличная, превосходная работа, декан. Было бы вам интересно, если бы были доступны какие-то грантовые средства для проведения мета-исследования, охватывающего всю проделанную работу. Поскольку кажется, что этого не хватает, поскольку единственное мета-исследование было неполным. Вы спрашиваете ученого, заинтересован ли он в финансировании. Именно так. Вы говорите да. Окей, хорошо. Да. Так что давайте поговорим. Все в порядке. Вон там. Привет, отличная беседа. У меня всего два вопроса. Один из них касается роли обратной связи. Вы всегда давали обратную связь в виде интонации. Что произойдет, если вы ее не дадите? И второй момент заключается в том, что вы обнаружили корреляцию между альфа-синхронизацией и величиной эффекта, что кажется действительно разумным. Но вы также обнаружили этот эффект с помощью интернета, не так ли? И я действительно не могу себе представить, какой механизм может вызвать такой эффект через интернет. В чем же дело? Ваше объяснение. Вы поняли, что он сказал? Первое, это роль обратной связи. Роль чего? Обратная связь. Обратная связь. Поэтому мы используем обратную связь практически в каждом исследовании, главным образом для того, чтобы сосредоточить внимание людей на текущей задаче. Но также и из-за транзакционных интерпретаций квантовой механики. Так что это был просто более простой способ представить, как человек может взаимодействовать с системой на расстоянии посредством самого взаимодействия. Таким образом, обратная связь стала тем способом, которым эти две системы связаны. Но возможно ли, что обратная связь сама по себе вызывает этот эффект? Или же обратная связь сама по себе вызывает этот эффект. Поэтому, когда мы проводим контрольные исследования, мы получаем точно такой же результат. Таким образом, обратная связь работает и во время контроля. Так что если бы это был артефакт, вызванный обратной связью, то он бы проявился в контрольных исследованиях, а они этого не делают. И второй вопрос заключался в том, как это возможно, даже если альфа-десинхронизация является причиной этого эффекта, когда вы это делаете в двух метрах от меня. Как возможно добиться такого же эффекта через интернет? Именно через интернет? Да. Ну, в общем, мы не знаем. Но, конечно, это говорит о том, что все, что происходит с точки зрения сознания, не является локальным, и вам не обязательно быть в непосредственной близости от системы. Еще два вопроса, и мы продолжим. Декан, вы, конечно, прекрасно поговорили. Но где-то в середине своего выступления вы упомянули о квантовом ксеноэффекте, который каким-то образом ведет к успеху. Не могли бы вы просто подробнее остановиться на этом? Я думал, вы собирались остановиться на этом подробнее. Я думал, вы собирались рассказать о квантовом Z-эффекте. Я расскажу о квантовой теории, но как она влияет на вашу жизнь? Ну, а как она влияет на вашу жизнь, я не знаю. Однако в данном конкретном случае это хорошо известный квантовый феномен, заключающийся в том, что средства, с помощью которых вы наблюдаете за системой, могут двигать ее в разных направлениях. Так что в данном случае мы получили обратную связь, которая по сути изменила то, что мы изначально видели, что и вызвало обратное изменение. Спасибо вам. Да, так что меня интересуют эти интерпретации квантовой механики, в которых сознание разрушает волновую функцию. Но я думаю, для меня просто не очевидно. Как такого рода теория аномального эффекта предоставляет любые доказательства для этих интерпретаций, помимо очевидных, например, действительно скучных доказательств, которые у нас уже есть? Например, если вы посмотрите на то, что происходит в двойной щели, вы получите результаты коллапса и удалите интерференционные картины и так далее. Вы можете подумать, что это очевидное доказательство, но оказывается, что все другие интерпретации квантовой механики могут довольно хорошо соответствовать этим доказательствам. Мне кажется, что то, что вы здесь имеете, это если эти доказательства подтвердятся. Доказательство существования какого-то механизма взаимодействия между мозгом, человеческими наблюдателями и что там происходит. В двойном разрезе, но это так. Это не зависит от размера. От вопроса интерпретации. Я думаю, что все интерпретации квантовой механики согласятся с тем, что если существует какой-то подобный механизм взаимодействия между человеком-наблюдателем и тем, что происходит в двойном разрезе, то вы получите различные результаты в стиле сворачивания. Так вот, мне кажется, что мне не совсем ясно, что это на самом деле дает прямые доказательства в пользу такого рода интерпретации, как бы мне этого не хотелось. Хорошо помните, что мотивацией для этого было прямое рассмотрение того, что фон Нейман сказал о дополнительном физическом факторе. Поэтому мы использовали дополнительный физический фактор и лучший способ, который мы могли придумать, и фактически подтвердили, по крайней мере, в небольшой степени. То, что фон Нейман сказал о дополнительном физическом факторе. По сути, я хотел сказать, что это начало разрывать цепочку. А теперь скажите, почему она не рухнула полностью. Я думаю, это потому, что мы действительно видели лучшие результаты у тех, кто медитировал, по сравнению с теми, кто не медитировал. Так что в сосредоточенном внимании есть что-то такое, что является критическим элементом. И это очень трудная задача. Даже те, кто долгое время занимался медитацией, сталкивались с трудностями из-за абстрактности задачи. Но мы рассматриваем другие способы облегчить людям взаимодействие с такого рода системами, и в этом случае, возможно, мы добьемся более сильных результатов. Я готов поспорить, что Ваноми имел в виду дополнительный материал, потому что запутанность носит физический характер. Пожалуйста, поторопитесь. Мне просто интересно узнать, как влияют сознательные и бессознательные процессы на этот тип эксперимента. Итак, если бы вы смогли разработать парадигму, в которой вы могли бы подавлять взаимодействие со стороны сознания. Потому что бессознательные процессы происходят в то время, когда сознание растет или, скажем так, присутствует. Чего бы вы ожидали? Так что если нам удастся подавить это в сознании, бессознательные процессы будут одинаково взаимодействовать или нет? А если бы мы смогли подавить бессознательное? Нет, если бы мы смогли подавить взаимодействие с помощью сознания, то для этого существовали бы различные методы. Ну что же, мы могли бы использовать такие вещи, как отвлечение внимания. Мы использовали самый простой из возможных методов, который могли придумать изначально, а именно просто отвлечь ваше внимание от системы. И то, как мы это делаем с точки зрения обратной связи, заключается в том, что вы не получаете никакой обратной связи. Так что эта часть информации сокращается. Но мы подумали и о других вещах, например, о том, чтобы кто-то прочитал что-то на экране или в других формах. Проблема с сильным отвлечением внимания заключается в том, что требуется гораздо больше времени, чтобы вернуться к выполнению задачи, а мы не хотели этого делать. Хорошо, давайте поаплодируем Дину. Это было...